МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о главных новостях прямо сейчас в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Люди в масках в муниципалитетах республики проверяют соблюдение антивирусных мер. Новая линия в Рио главы Чуваши Олег Николаев побывал на автоматизированном производстве медицинских масок в Чебоксарах. Осторожно, клещи! Как уберечься от укусов опасных насекомых? 76 человек, прирост заболевших коронавирусом в Чувашии за сутки. Общее число зараженных в республике 1863 человека. Эти данные приводит федеральный оперштаб. 559 выздоровели. При этом Чувашия попала в топ-3 регионов по эффективности борьбы с COVID-19 в одном из направлений. Рейтинг составил экспертный институт социальных исследований на основе ежедневного мониторинга по пяти категориям. Наша республика попала в список успешных территорий по мерам поддержки медицинского персонала. Туда же вошли Кемеровская и Самарская области. Полагающиеся медикам федеральные выплаты за работу с COVID-19 пациентами в Чувашии доведены до персонала в полном объеме. По данным Минздрава на эти цели регионы с федерального бюджета получил 333,5 миллиона рублей. Доплата, как и планировалось, направлена специалистам бригад скорой помощи, работникам поликлиник, стационаров за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Люди в масках на улицах городов республики – уже привычная картина. В районах не все жители носят защитные средства. Как соблюдают режим, узнавала наша съемочная группа. Она побывала в Козловке и Цивильске. Два районных центра. В обоих вполне оживленно. Работают некоторые предприятия, торговые точки, аптеки, магазины. По статистике с сайта «Чуваша без паники» в Цивильском районе заболели 43 человека, в Козловке – 6. Здесь, как в армии, с самого утра построение мобильных групп и доведение боевых задач. По-другому это и не назвать, ведь ведется самая настоящая борьба с коронавирусом. Мобильные группы муниципалитетов отправляются в рейды, чтобы проверить, насколько эффективно соблюдаются меры по предотвращению распространения инфекции. Ежедневно мы выходим в рейд. Это первая половина дня с 9 часов до 12 часов. Это предприятие и организация. Вторая половина дня – это с 6 часов до 9 часов. Мы проходим общественное пространство, смотрим, как режим самоизоляции проводят наши жители, наши граждане Цивильского района. Бывают, конечно, нарушения. Составлено на сегодняшний день 24 протокола, более 100 актов и разъяснений мы сделали более 3000 раз. Соблюдение режима с обоих сторон, продавцов и покупателей – важное условие. Во многих магазинах прямо на входе имеются антисептики и одноразовые маски, которыми посетители могут свободно воспользоваться. На некоторых предприятиях вывешено расписание входа и выхода сотрудников, чтобы избежать столпотворения на проходной. Здесь мерят температуру, обрабатывают руки. На общественном транспорте – объявление об обязательном наличии масок при проезде. Вот из всех пассажиров предупреждаем, что в масках и вывеске все висит у нас на двери. И в перчатках все соблюдают пассажиры. Конечно, человеческий фактор никто не отменял. Люди ищут оправдания своим нарушениям. Типичные отговорки – не знали об обязательном ношении масок или забыли ее дома. На первый раз мы в отношении граждан делаем предупреждения. Если они нас не понимают, которые уже злостонарушители, применяем уже более строгие меры, то есть привлекаем к административной ответственности. Участники мобильных групп уверены, что каждый рейд – это не впустую потраченное время. Профилактическая работа обязательно даст результат. И понимающих опасность возможного заражения станет больше. Александр Соловьев, Юрий Марков, Республика. Яхтинг закупил специальное оборудование для выпуска одноразовых трехслойных медицинских масок. В условиях пандемии это позволит сохранить экономику региона и не допустить ее падения, отметил временно исполняющий обязанности главы Республики Олег Николаев. Новая технологическая линия по пошиву медицинских масок – потребность времени. Производство уже налажено. Этот инвестиционный проект обошелся в 40 миллионов рублей. Процесс автоматизирован. Это позволяет выпускать до 3,5 миллионов медицинских масок в месяц. А это значит, дефицита масок в Республике теперь не будет. Большие объемы напрямую повлияют и на цены. На сегодняшний день рынок насытился. И очевидно, что новые такие производства, помимо насыщения рынка, позволяют еще и добиваться совершенно иных ценовых категорий. То есть, с одной стороны, это совершенно иное качество продукции, чем ручную шитью. С другой стороны, это, конечно же, совершенно иная цена, которая более приемлема для потребителя. Поэтому, несомненно, такого рода предприятие всецело будет находиться под вниманием государства и будет получать необходимую поддержку и помощь для того, чтобы реализовать свои инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места. На выходе каждую маску проверяют на качество. Трехслойными одноразовыми масками прежде всего обеспечат все организации в Республике. А уж потом можно будет подумать и о вывозе продукции за пределы региона. Мы купили эту установку по производству масок принципиально, чтобы освободить швей от этого титанического труда, чтобы нормализовать рынок труда швей, по которым сегодня в России большой дефицит. Наши маски выполняются из спанбонда с материалом манбаум. Там идет СМС, С, три слоя, то есть большая защита, 92% защиты от вирусов. Кстати, на предприятии выпускают и специальные ботинки с антимикробным покрытием, что очень важно для медработников. Эта модель всегда была востребована среди потребителей Казахстан, Белоруссия, Египет, Норвегия и другие страны. На предприятии с соблюдением всех противоэпидемиологических норм сейчас трудятся 284 человека. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Крупнейшее российское информагентство «Интерфакс» опубликовало интервью временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Олег Николаев рассказал о приоритетных направлениях работы за минувшие 100 дней после назначения. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олег Николаев был назначен в феврале, и сразу же началась работа над бюджетом республики. Он был дополнен несколькими ключевыми расходными статьями. В частности, удалось найти возможность для региональных выплат участникам Великой Отечественной войны, увеличение других мер поддержки. Что примечательно, впервые за многие годы прожиточный минимум решено не уменьшать. Напомним, именно этот показатель берется за отправную точку при расчете различных социальных выплат. Ну и дано было поручение изучить, почему при положительной инфляции вдруг снова, причем это очень часто поднималось этот вопрос, снова снижается прожиточный минимум. Поэтому после изучения мы поняли, что федеральный законодатель нам позволяет не снижать прожиточный минимум. И мы его установили в том же размере, что и прошлый квартал. То есть мы отменили решение, которое было подготовлено о снижении прожиточного минимума. О том, что удалось сделать за прошедшие 100 дней, о планах и задачах на будущее, Олег Николаев расскажет на пресс-конференции уже в среду, 20 мая. Встреча с журналистами пройдет дистанционно, но мы транслируем пресс-конференцию в прямом эфире. Начало в 14 часов. К столетию Республики подростковый клуб «Планета лидеров» столичного дворца культуры «Салют» запустил онлайн-квест под названием «Выдающиеся личности и достопримечательности Чувашия». Для старта необходимо зайти в группу «Планета лидеров» в социальной сети ВКонтакте и в комментариях к постам ответить на заданные вопросы. Интернет-пользователи уже познакомились с уникальными уголками нашего региона. Побывали на струйсинной ферме в Маргаушском районе, полюбовались видами с Государевой горы в Мариинско-Посадском районе. Ребят также приглашают в национальный парк «Чуваш» в Армане, Пресурский заповедник, познакомиться с биологическим разнообразием Чувашского края. Интересные факты и задания выкладывают ежедневно. В завершении квеста активных участников наградят сертификатами. Столичная прокуратура завершила расследование уголовного дела о нарушениях, выявленных при строительстве нового следственного изолятора. Перед судом предстанут директор строительной организации, начальник отдела УФСИН по Чувашии и заместитель начальника исправительной колонии номер один. Должностные лица обвиняются в превышении своих полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, в период с мая 2012 года по июль 2017 года, один из обвиняемых давал указания подчиненным работникам строительной организации о проведении строительства здания следственного изолятора, расположенного в городе Чебоксары, в нарушении проектных норм и установленных правил. А также требовал изготавливать акты о приемке фактически невыполненных работ. В свою очередь, другие обвиняемые, заведомо зная, что отдельные виды работ были не произведены, подписали вышеуказанные фиктивные акты о приемке выполненных работ и установке несуществующего оборудования. В результате совершенных преступлений федеральному бюджету был причинен ущерб в размере более 57 миллионов рублей. Кроме того, строительство данного следственного изолятора в настоящее время не завершено. Отмечаем, что это уже второе уголовное дело по нарушениям выявленных при строительстве данного следственного изолятора. В первый раз злоумышленники отделались лишь штрафом, но не исключено, что после рассмотрения второго уголовного дела они будут направлены непосредственно в то место, которое они так и не смогли достроить. Ведь наказание за самые суровые из предъявленных обвинений составляет вплоть до 10 лет лишения свободы. Вирусный энцефалит, болезнь лайма, боррелиоз. Укус клеща может спровоцировать эти и другие инфекции. С наступлением тепла количество опасных насекомых значительно возрастает. Всего в мире насчитывается более 40 тысяч видов клещей. Из них возбудителями опасных заболеваний могут быть два – таежный и лесной европейский. Разобраться, к какому виду относится насекомое и является ли оно переносчиком вируса, могут только специалисты после проведения лабораторных исследований. В этом году обращений по поводу укусов стало меньше. В медицинских организациях за апрель-май 2020 года зарегистрировано 130 обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 63 случая среди детей. За тот же период 2019 года 163 обращения было. В лаборатории ФБУС Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике Чувашии исследовано 106 клещей, снятых с людей. В Чувашской республике не регистрируются местные случаи клещевого вирусного энцефалита, но ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого баррелиоза. В 2020 году зарегистрирован один такой случай, а в 2019 году всего было зарегистрировано 18 случаев. Вопреки распространенному мнению, клещи не прыгают на своих жертв с деревьев, а поджидают в траве. Наибольшая вероятность повстречаться с насекомыми присутствует во время прогулки по лесу. Если вдруг случайно обнаружили на теле клещ, надо обратиться в травмпункт или в ближайшую поликлинику. Если это в ближайшее время невозможно, то попытаться нужно дома самостоятельно пинцетом попробовать вытащить, скрутить против часовой стрелочки и скрутить этот клещ. И это место обработать йодом. При посещении лесов необходимо максимально закрывать тело одежды, рубашку заправлять в брюки, а брюки в ботинки, использовать капюшоны для защиты шеи и головы, волосы убирать под шапку или косынку. В столице в целях профилактики пляжи, скверы, парки и другие общественные места будут опрысканы специальными аэрозолями против клещей и комаров. Работы планируется проводить ночью. Будет обработана площадь миллион восемьсот квадратных метров. Обработка еще пока не началась из-за погодных условий, потому что требуется стабильно устойчивая сухая погода не менее трех дней. Как только такая погода будет, значит, будут обработаны все эти территории. Татьяна Раевская, Валерия Друженец, Павел Иритков. Каждую ночь на Красной площади Чебоксар настраивают систему управления светомузыкальным фонтаном. Он станет неотъемлемой частью обновленного общественного пространства на заливе. Эти кадры из инстаграма подрядной организации «Дорис». Проектная высота фонтана – 4 метра. Он может воспроизводить несколько мелодий – классические, современные и национальные. За них голосовали чебоксарцы на портале «Открытый город». В целом реконструкция Красной площади идет по графику. Строители уже завершили укладку инженерных сетей, гранитной плитки и высаживают зеленые насаждения. На детской площадке монтируют игровой комплекс и инклюзивное оборудование. Эти работы планируют завершить через две недели. Это все новости вторника. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин